Наконец-то стал осуществляться турецко-азербайджанский ответ на присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Стало известно, что буквально несколько часов назад, военно-транспортный самолет РБСА-400 МВВС Турции с турецкими военными на борту приземлился в азербайджанском аэропорту Ленкаран. Таким образом фактически, начал работать официальный воздушный мост по переброске войск Турции в Азербайджан. Вместе с тем ряд источников пишут, что рейсы военных самолетов ВВС Турции с турецкими солдатами на борту стали прибывать в Азербайджан еще в пятницу вечером. Численность переброшенных военных Турции уже достигает несколько сотен солдат. Вместе с живой силой в Азербайджан доставляется и турецкая военная техника. Также поступила информация, о том, что военная группировка турецкой армии в Карабахе будет доведена до двух с половиной тысяч человек. То есть, столько же сколько и даже немного больше чем российских, потому что и численность турецких войск не ограничивается никакими международными договоренностями, в отличие от кремлевских миротворцев. Это будет служить хорошей гарантией, того чтобы Кремль в Карабахе случайно не вздумал позволить себе лишнего, и вел себя тихо и сидел смирно, не дергался. В общем, поздравляю вас всех с новым присутствием сил НАТО в Закавказье, а именно присутствие турецких войск на постсоветском пространстве. Самое интересное в том, что заявление турецких властей как и сама передислокация турецких войск в Азербайджан происходит во время визитов российских чиновников в Ереван и Баку. Потому что победителю в этой войне Азербайджану и ее союзнику Турции наплевать на кремлевское возмущение и раздувание щек. Напомню, что буквально на днях турецкий парламент одобрил предложение президента республики Ридже Патаипа Эрдогана направить войска в Азербайджан для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Информация о том, что турецкий военизированный контингент был готов к отправке в Нагорный Карабах, появилась с 9 на 10 ноября. 10 ноября стало известно, что около 2500 турецких военнослужащих готовы к переброске в Азербайджан, а оттуда в Карабах. В России сразу же, как появились эти заявления, об участии турецких миротворцев в Нагорном Карабахе, стали заявлять, что мол это не обсуждалось, и вообще, что это за самоуправство и самоволие, истерически завизжали в Кремле. В свою очередь Анкара не стала форсировать события и действовать на пролом, как например сама же Россия в Косово, когда провела так называемый Приштинский бросок, а стала узаконивать свое присутствие в Нагорном Карабахе. Неспешно и уверенно, чтобы все было по закону и красиво, но и с неким уважением к так сказать кремлевскому партнеру по миротворческой миссии. В свою очередь, вообще непонятно, на основе какого законодательного акта российские так сказать миротворцы, а фактически зеленые человечки, появились утром 10 ноября в Нагорном Карабахе. Такого разрешительного законодательного акта не было тогда вообще в природе. То есть, это было полностью незаконное решение, а именно, Россия сначала отправила в Нагорный Карабах своих миротворцев, и только лишь через неделю получила на это разрешение Совета Федерации. То есть, все это время в Нагорном Карабахе российские военные находились незаконно. А Турция, лишь после согласования и узаконения статуса своего миротворческого контингента направила своих военных в Нагорный Карабах. Как говорится, почувствуй разницу, между мелким карточным шулером и продуманным шахматным гроссмейстером. А вообще, надо понимать общую сложившуюся картину всецело. Где роль кремлевским миротворцам отведена лишь эпизодическая, они всего лишь нужны для спокойного и подконтрольного вывода армянских войск с оккупированных территорий Карабаха, чтобы не дать Еревану поводу вновь начать военные действия. А потом их, мягко говоря, попросят пойти вон. Кстати, на данный момент, кремлевская сторона до сих пор не прокомментировала введение турецкой армии в Азербайджан. Скорее всего, в Кремле, в очередной раз проходит экстренный мозговой штурм, исключительно под аргентинской мукой, где они ломая голову думают, как превратить этот очередной явный засаженный нож в спину, в информационную победу, исключительно для внутреннего потребления. Ибо проигрыш Кремля во всем, постсоветском пространстве, в том числе и данном регионе, уже становится очевидным. Постскриптум. Кстати, присутствие турецких войск в Азербайджане полностью пресечет попытки путинской России остановить азербайджанский газопровод ТАП, поставляющий азербайджанский газ в Европу, а соответственно и турецкий газопровод ТАНАП, запуск которого полностью перечеркнул все планы Кремля, оставив его за бортом на южном газовом рынке, и соответственно без денег. А если нет денег, нет скрипного величия.